Всем привет! Сегодня со 100 лет подписчица. Сейчас я ее зачитаю, дадим с вами комментарии и ваших комментариев она тоже ждет. Здравствуйте, Галиночка! Пишу вам письмо в канун Нового года. Поздравляю вас с праздниками, так как мы опустим. Очень хочу совет от вас и оценку моей ситуации. Возможно, вы захотите дать ответ в видео, я буду очень благодарна. Расскажу вам немного о себе. Мне 34 года. Раньше я была независимая, целеустремленная девушка. У меня был первый брак с русским мужчиной, через 3 года развод. Потом я познакомилась с турком 2 года. Мы встречались, поженились и сейчас уже в браке мы 3 года. Дело в том, что я подозреваю, что он нарцисс. Не знаю, может все мужчины турки такие, могу судить только по моему мужу. Это не то, что смотрит в зеркало чаще, чем на меня, хотя это тоже у нас есть. Я здесь остановлюсь, что это нарцисс, это слово смотрит в зеркало нарциссически, любит себя. Это образное, любит себя. На самом деле они любят свою самооценку и боятся ее потерять. Их поведение обусловлено проблемами со своей самооценкой и подкреплением. И вот это смотреть в зеркало, это лишь маленький пунктик. И у большинства нарциссов он не может отличаться, не быть... Нарцисс, короче говоря, не обязательно это тот, кто на себя смотрит в зеркало. Нарциссическая проблема с самооценкой. А не в классическом понимании заблуждения, что нарцисс тот, кто себя просто любит, смотрит в зеркало, не отрывается и так далее. Это черта есть, но не обязательно у всех, это вообще не показатель. Дело в том, что не чувствует он чужую боль, то есть мою. Я вот буду оставиться. Совершенно верно. Это главный признак нарциссизма, то, что у человека нет эмпатии, сострадания, у них вообще наглухо отбиты чувства. Они могут подстраиваться под людей вокруг, типа так надо переживать. Я это вижу, другие эмпатируют, как-то реакцию дают. Они неискренне это делают. То есть когда человек даже участвует, вовлечённый, типа реагирует, вы всё равно рядом с этим человеком, нарциссом ощущаете что-то делать неискренне, а так, потому что так надо. Вы от него этого тепла не ощущаете. Вот вам автор письма, как поанализировать чувства с мужем, да? Он обижает меня словом, как никто и никогда не обижал ранее. Потом просит прощения, но я чувствую, что это не от сердца, а просто, чтобы помириться. Пожалуйста. Дело в том, что он не чувствует чужую боль, и за эти пять лет отношений не так уж много раз это было, но я, наверное, злопамятная, может, это во мне проблема в кавычках. Но эти слова помню и не забуду, хотя я сейчас легко прощаю людей. Он говорил за эти пять лет, сейчас я вам перечислю. Эти слова могли сказать в ссоре, не то что где-то 50 на 50. В общем, он мне говорил, я тебя люблю очень, если так подумать, я мог найти девушку на 10 лет моложе, но я с тобой, потому что я тебя люблю. Вообще-то я моложе на него только на 4 года. Потом. Ты недостаточно заботишься о доме, да ты что-то тут делаешь, но недостаточно. Мой коллега сказал, что таким, как ты, парням с такой работой и зарплатой, жены должны создавать максимальный комфорт. Вот посмотри на наших молоденьких сотрудниц у меня на работе. Молодые, красивые, таких мужчин найти не могут. Я в ответ посмеялась и сказала, что таких жен, как я, должны вообще-то в Европу возить каждый месяц, на руках носить. И вообще полно парней, мечтающих о таких, как твоя жена. Кстати, это был сарказм, а потом обида взяла век, и все равно получилась ссора. Но вот такой ответ нацист очень достойный, так и надо на самом деле. Или если вы планируете с таким человеком существовать рядом. Но нарциссы могут быть и ваши родственники, папа, мама, братья, сестры, свекры. Я понимаю, что наша хозяйственность отличается от турецкой. Возможно, где-то он прав, потому что сравнивает. Но он уже был женат на турчанке, и есть с чем сравнивать. Но думаю, раз уж выбрал меня, видел, какая я... О чем сейчас претензии вообще не предъявлять. Я знал, как бы, за кого брал в жены. Я стараюсь для него, но претензии на этом не заканчиваются. А я сейчас вам скажу, потому что нарциссов не нужен повод. Он всегда его сам создаст или придумает. Это и есть сам процесс выживания, ваша эмоциональная, для того, чтобы поднимать свою самооценку. Занижая позицию вот этой своей жертвы, своего объекта, занижая самооценку, чтобы жертва была с ним, боялась уйти в себя, не верила, он выжимает за нее соки и при этом привязывает к себе. Например, одна из распространенных его претензий, он каждый раз ее высказывает в ссорах мне. Я сам открываю дверь ключом, когда прихожу с работы. При этом в дверь-то он мне звонит, а я ему отвечаю. О, это что ты мне предлагаешь? Стоять по двери, услышать, когда ты к ней подойдешь, чтобы ворами я тебе дверь я открыла. Пишу это и самой сейчас смешно смайлики. Но это он говорит, открываю дверь ему со... Еще может сказать, я открываю ему дверь со стронг фейс, то есть с серьезным лицом. Это есть... у нас такое, да, бывает. Если у нас до этого конфликт был не завершен, естественно, я его недовольная встречаю. На эти мелкие претензии я уже не реагирую. Уже выработался иммунитет, просто посылаю его в сад. И он такой на позитиве, но с мешками даже, окей, отшучивается. Но есть более важные темы. Первое, его работа. Он уезжает в командировки. Когда женились, он говорил, что командировки одна неделя в месяц. Окей, я это приняла. Потом в силу своих амбиций он взял на себя обязательства, которые просто рушат нашу жизнь. А вот он взял амбиции. Нарцисс. Амбиции для повышения своей самооценки. Он пытается добиваться, чтобы... У него этих амбиций он постоянно будет чего-то улучшать себе, достигательством заниматься, потому что это повышает его самооценку, так как у нарциссов это проблема с самооценкой. Он от этого не откажется, поверьте. А у нас поэтому нет никакого совместного досуга. Ходить вместе он никуда не любит, потому что наватается в своих командировках, хочет побыть просто дома. Ну, понятно, в принципе. Я понимаю это, но постоянно одна и жду его, скучаю. Хочу, чтобы хоть раз в месяц мы куда-то вместе вышли. Он это просто ненавидит. Начинает психовать. Уже когда мы вместе из дома выходим, он говорит, «Ой, они все шакалы, все на тебя смотрят. Одень очки, не одевай каблуки, не делай такой макияж» и так далее. Как только он видит, что мужчины обращают внимание, смотрят все настроения, все настроения у него, у нас обоих нет. «Ты доела?» «Все, поехали домой». Вот как мы уходим откуда-то, когда вышли покушать. Про парки и так далее уже вообще речь не идет. Предлагаю вместе в спортзал с ним пойти не может, потому что не сможет спокойно заниматься спортом, только будет отслеживать, кто на меня смотрит. Ох, как я уже устала от этого. При этом он верит в сглазы, он верит, что мы ссоримся, потому что на нас все смотрят. Даже его одного люди гласят, потому что он красивый на хорошей машине. Я, знаете, что вот, считая это, вопросы сглаза, религии, погруженные в религию, люди очень набожные и так далее, это история не очень здоровой психики. И мне сводится, что у вашего мужа не... Я не ставлю диагнозов. Я не психиатр. Но по признакам того, что вы как описываете, гласливость даже, вот эта ревность, это не ревность. Это ревность, то, что не на него внимание обращают, а на вас. Он не может вообще допустить, что на вас смотреть, может, кроме него, не в ревности, как это моя женщина, а его самооценка в этот момент. Странно, что тут на его, условно, пассию, которую он дома опускает, занижает, она никчемная, он в этом убеждается. На нее кто-то может проявлять внимание и поднимать вам самооценку. Он ревнует к вашей самооценке в тот момент. Он делает так, ограничит ваше окружение, вы дома сидите, чтобы вам никто не позволял поднять самооценку, поднять голову и не додумали вообще от него свалить. Вот вам что говорю. Я вам уже там написала про книжку, что почитаю, вы там все это поймете. Я вернусь к своей мысли, я к тому, что мне сдается, что у вашего мужа не черты характера, а, скорее всего, расстройство личности наркотическое. Вот эта вера, взглазая в религиозную, вся история, если она такая, в религиозной здесь присутствует, ну, вот взглаза вся история, открыто так душевно он в это верит. Это вопрос уже к психике человека, его психическому, ментальному здоровью. Не очень здоровая история. Когда я смеюсь, с этого он обижается и говорит, что я ничего не понимаю. Жизни нет с его новым графиком. Праздники одна, постоянно я одна. Но он вас этим дрессирует, чтобы вы боялись остаться без него, в общем, чтобы вы были довольны, им восхищались, когда он, как манна небесная, бог возвращается с командировки, вы ему пятки должны целовать. Поэтому он вас ждет открытую дверью, чтобы он вставляет ключ, а вы уже, вот она я. То есть он ждет боготворения себя, чтобы вы ему поднимали самооценку. Понимаете, нарциссы, все ради самооценки своей больной. И она у них никогда не будет высокая, никогда не будет достаточно, этот процесс не закончится, он вас выжмет и найдет того другого человека, который он будет ему все это компенсировать. И так далее. Продолжаем. Я устала ждать, стала говорить про эко уже год и полтора как, потому что по анализам и моим его, оно нам показано. Каждый раз, когда я открываю эту тему, он вроде и соглашается, что да, когда-нибудь сделаем. Я планирую выбирать клинику и так далее. Приходит это время. Я же еще должна найти время, чтобы он хоть два раза в клинике появился для эко, поэтому рассчитываю на его отпуск, вычитываю его командировки. Все полтора года он или уговаривал меня еще попробовать натуральным способом забеременеть. Вот если нет, то через годик тогда уже точно. В последний раз он вообще мне идеи закидывал поехать у биоэнергетику, к биоэнергетику, описка тут небольшая опечатка, или каким-то там могилам. Это кроме злости у меня ничего больше не вызывало. Он психанул, что в идее я сразу отмела, и снова у нас была ссора. Так я стану... Вот эзотерика, биоэнергетика, вся история в таком плане. Типа ты... Я не пойду на эко в медицину, отвергаю медицину, а иду на... от могил каких-то заряжаться и беременеть условно, да, от плотомства прозвонить. Я говорю про расстройство личности, я в этом все больше убеждаюсь. Нарциссы могут иметь детей, они рожают. Я в том плане, что морально, да, могут быть к ним не готовы они сами большие дети, но он еще не может потерпеть конкуренцию в виде ребенка, поэтому, возможно, его не хочет, понимаете? Это конкурент, за ваше внимание ему это не надо. Вы выполняете для него функцию, подняйте самооценки. Не забываем об этом. До этого за неделю он вообще мне такие гадости сказал, что я их до сих пор не пережила. Тоже в ссоре. Какая ты истеричка, как мне надоело так жить, как я был счастлив в первом браке. Для справки, первой жене он изменял, контроля не было, и дома было все супер. Я говорю, ты мое время тянешь, мне 34 года, мне пора рожать, ты тут со своими бредовыми идеями постоянно меня противоречишь, откладываешь, я с тобой 5 лет потеряла уже. Это я, конечно, зря так сказала, но довел он меня. А не надо вам за это опрадоваться. Вы опрадовались, потому что у вас низкая самооценка, потому что он вам дает верить, что вы не имеете права на такие слова, что вы ничтожество, и вы не имеете права, ему такое говорит, он вас унижает, вы можете абсолютно в ответ откусываться, не винитесь за это. А он говорит, может я с тобой тоже 5 лет потерял, может без тебя бы у меня уже были дети. Девочки, куча многоточий, это просто был удар ниже пояса для меня. Ну, естественно, это ужасно. Вообще, как вот вам спать, есть с этим мужчиной, обихаживать такого, может, который вам вот такой удар назвал, ну, это писец вообще, у меня слов не писец, я матами бы только сказала. Я не знаю, я смогла бы с таким потом, после этого, любить этого человека. Моя бы любовь, наверное, умерла на этом. Он вообще, короче, не парится, что детей нет, он живет работой. Блин, пожалуйста, потому что работа дает самооценку, которая ему нужна. А ребенок, конкуренция, внимание, ничего не понятного. Ну, понятно, для нарцисса все прекрасно понятно, а вот для здоровой психики, когда ты оцениваешь, как здоровый, тебе это непонятно, вот поэтому вы его не понимаете. Это плюсик вам. Значит, у вас психика, все в порядке у самой, это окей, хотя бы у кого-то все в семье хорошо. А про меня он знает, что я очень страдаю, что у нас нет детей, я боюсь не успеть и так далее. И он мне такое сказал, у меня был просто шок. Потом всю неделю он ссалал букеты, просил прощения, отрицал все сказанное, я простил, отрицал газлайкинг, переиначивание. И прошла лишь неделя и снова он у меня поперек начал. Знаете, Галиночка, вот есть у меня такое чувство, что он делает это специально, может не осознает это. У нарциссов это называется холодный душ. Они это делают специально, устраивают вам эмоциональные качели и вас морально выжимают, доводят вас до депрессии, вы можете себе заметить, вы похудели, хуже выглядите, проблемы со здоровьем смогли начаться. Говорит он, что хочет детей, но в больницу идти не хочет, но обещает, что пойдет и так по кругу, раз за разом. Уже много слез пролила, потому что вместо его поддержки и желания иметь ребенка я постоянно получаю отпор. Вот он не хочет конкурентств иметь, вот все. При этом в нужные дни он спешит делать детей. В общем, кроме обвинений в мой адрес, что я зациклилась на этой теме, ничего нет. Ну, правда, мы же могли зациклиться, и это я не спорю, но то, что он бежит делать детей, скорее всего, потому что он знает свои анализы, то, что вам ЭКО приписано, он знает, что у него, скорее всего, ничего не получится, поэтому с удовольствием для отвода глаз выполняет свою вот эту функцию, зная прекрасно убежден в том, что ничего не получится. Вот и все, он вас кормит завтраком, просто для себя радышком держать. Я понимаю, что мужчинам тяжело принять тот факт, что нужно делать ЭКО, но я думаю, кому тяжело принять факт? Проблема с самооценкой и ему тяжело принять факт, у него вообще вся его жизнь это вокруг самооценки, это проблема нарциссов, да? Я знаю прекрасные пары, у меня есть знакомые, которые мужчина с удовольствием пошел делать ЭКО, я пошел, хотел ребенка, для него это не проблема, это проблема вашего мужа, не всех мужчин. Но я думаю, что если бы он любил, он бы давно уже организовал все это, он видит, что страдаю и не поддерживает меня. Это очень тяжелая тема, всех можно, конечно, понять, но как жить дальше, я не знаю. Это тема детей, вечные ссоры на тему ЭКО уже вызвали во мне отторжение, я уже не хочу никакого ЭКО и детей от него. Вы правильном направлении задумались. Уйти у меня тоже нет ни моральных, ни физических сил. Чистый нарцисс. Эти силы вы потеряли, потому что ваша самооценка падает, точнее она разрушена им, и он способствует для того, чтобы вы с ним оставались, никуда не уходили, у вас не было сил уходить. И так будет продолжаться, пока вы, простите, скажу, пока вы не сдохнете, потому что нарцисс выжимает все соки, все силы, всю энергию и ждет, когда вы сдохнете. А потом вы будете помирать, а у вас не останется никаких сил, вы будете больная, с низкой растоптанной самооценкой, жертвой такой, и он перешагнет и гордо уйдет. И у него ни один нерв не трогнет, потому что на самом начале письма вы о нем уже написали, он не жалеет, не сопереживает, у него нет эмпатии. Это особенность нарциссов. Он живет только для закрытия своих потребностей. Даже когда он дома, я чувствую, я не чувствую от него любви, даже когда обнимает, как-то нет этого тепла. Может, я многое хочу, может, из детства проблемы, так как тоже без отца выросло. А может, он просто не способен любить. И чем он ко мне холоднее, тем больше я нуждаюсь в нем. Классика. Вы меня бы, конечно, увидели повторение своего папы, и классика тем, что вы в этой ситуации, конечно же, жертва. И невротический у вас, скажем так, ваш невроз, вы нашли продолжение своего папы, невротического травма, на самом деле, от папы, вот в вашем супруге. Он часто откупается букетами, подарками, что уже не радует, потому что я чувствую, что что-то главного нет у нас. Подарил подарок, и ждешь, что я тут же все забуду и спрашиваю. Теперь ты меня простила? Его этот новый график, денег не приносит, эта работа на перспективу, на будущее далекое, для поднятия самооценки. Я говорю, у нас настоящего уже и нет, из-за этого он говорит, что нужно чем-то жертвовать. Он вырос без родителей, то есть он вас побуждает быть жертвой, а нарциссу жертва и нужна. Уже он вырос без родителей, я думала, что создав с ним семью, он будет ее ценить, а оказалось нет. Уже и на родину уезжала надолго, ныл, просил вернуться, приезжая, и все понакатаны. Вот проверили, видите, ничего не меняется, ничего ждать вам. Жду его, как ясно солнышко приезжает и все портит даже то минимальное время, когда можем побыть вместе. Я вам отвечаю, он ждет поднятия самооценки, я большинство, я царь, люби меня. Он это получает и вам тут же устраивает холодный душ. В книжке, в которой я вам советовала все это описано для того, чтобы вас эмоционально додавить то, что вы накопили в его отсутствие. Поэтому у него и такая работа, поэтому пошел этот график, ему это очень удобно для закрытия вот этой своей потребности. В ссоре я говорю, издалека ты пишешь такие красивые слова любви, а когда рядом эту любовь твою не чувствую, а он говорит, и правда, издалека люблю тебя больше, потому что когда мы вместе, мы ссоримся и в этом виновата только я. Вообще любит обвинять даже в мелочах. Ну он же идеальный, он нарцисс, он не может поколебить свою самооценку, поэтому мне все виноваты, но не он, и виноваты во всем вы вообще. Короче, у вас, конечно, вся проблема. Казак известно, есть языки любви, у него он один, забота обо мне в финансовом плане. Да, я рада, что он такой, рада, что он может нашу семью обеспечить, но есть две другие потребности, кроме материальных. А еще есть один момент, может вы, Галиночка, сможете это объяснить именно с точки зрения психологии. Он никогда не целует меня открыто, то есть по-французски. Я люблю это дело, но с ним я забыла, что это за закрытость эмоциональная, что ли? Совершенно верно. Когда я ему говорю, он отвечает, что это неправда, и он нормально меняет, он же бесчувствует. Проблема нарциссического расстройства личности не охлачивается в характер расстройства. Здесь, скорее всего, о расстройстве личности речь идет, у него эмоции отшиблены. Он переживает эмоции, связанные с собой, не с вами. Эмпатии нет, переживания, сострадания нет, наслаждения только в свою пользу. И зачем вас что-то целовать, если ему самому это не нравится, а вам он не собирается дарить удовольствие. Он это делает для галочки, так как он это не чувствует, не испытывает. Его удовольствием вас мучить, делать вас жертвой, топтаться по вам, занижать вашу самооценку, вот от этого он кайфует. Вот это, назовем это так, его наслаждение. Зачем он от этого не кайфует, он это и не будет делать. Часто в ссорах говорит, что, а потом говорит что-то, а потом это отрицает. Это называется газлайтинг, переиначивание. Потом соглашается, да, сказал, но это все со злости. Мы любим друг друга, но как-то не складывается жизнь. Да неужели? Скажите, пожалуйста, как я могу изменить ситуацию? Я хотела бы быть счастливой с ним. Да, возможно, я зациклилась на теме детей, он устал от этого, я очень остро реагирую на его слова. Может, вас получится вставить у нас психологический портрет. Короче, ладно, смотрите. Я вам уже написала ответ, что вам надо почитать «Таня, танк, босси, я с тобой». Там все ответ. Я вам скажу, вы ничего не поменяете, можно другим не сделать, вы можете только жить с нарциссом, подстраиваться под него всегда, где-то набирать себе эмоции и энергии, чтобы ему было что от вас выжимать. Нарциссы не меняются, и даже если захотят, ничего это не изменится. Он таким будет всегда. Но ответ просто, я бы хотела быть счастливой с ним. Вот счастье с ним вот такое. Другого с ним не будет. Я вам все популярно в течение письма объяснила. Извините за эту правду, но она такая есть. Я думаю, что вы с ним не расстанетесь в ближайшее время. Я хочу быть с ними, я зацикливаюсь. Вы не зациклились на детях, вы типичная жертва. Потому что как жертва, сейчас оправдываетесь и рассуждаете. Виновата я, это я на детях зациклилась. Алло, вам 34 года, у вас есть муж, второй раз в браке, и хотеть детей, или у вас есть предписание, какое хотите кось сделать, это нормально. Зачем вы за это оправдываетесь, завиняетесь, вы себя жертвой, зачем? Вот он вам в голову вкатывает, что вы жертва. Страдай, ты виновата, и вся прочая история. Милая моя дорогая подписчица, если вы хотите счастливой жизни, а не наложить на себя руки, вам придется расстаться с этим человеком. С ним будет так, как есть, либо будет еще хуже. Лучше никогда с ним не будет на момент ухаживания красивых слов в интернете, как вы общались, никогда не откатиться. Эти откаты происходят, только когда вы с ним разрываете, уезжаете от него к себе на родину, возвращаетесь, и он там первый месяц, типа а-ля, он дает вам промо хороших отношений. Но это никогда не станет регулярным. Это временная картинка, чтобы вы остались, чтобы вас затянуть. Пожалуйста, я не буду повторяться, эта тема уже открыта у меня на канале. У меня есть два видео. Как я рассталась с нарциссом, как это было в моей жизни, посмотрите, и тема вообще о нарциссах, кто это такие, почему они опасны. Пожалуйста, чтобы что-то поменять в своей жизни или убедиться, что я ничего менять не хочу, почитайте книжку «Таня, тан, бойся я с тобой». Там все ответы на ваши вопросы есть, я просто не буду это повторять, кому надо, кто в теме эту книжку уже почитал. Всем советую. Девочки, дайте, пожалуйста, совет или просто ее поддержите, я вас поддерживаю. Но вы сами себе враг сейчас. Продолжая так дальше, счастья, любви, ничего этого не будет. Имейте то, что имеете, лучше не сделайте, потому что он не хочет. Он не заинтересован. Извинить насильного человека не может, он может встать и уйти, только и все. К сожалению, правда вот такая. Я не за врача, не за пыль в глаза, я за правду. Я вам так скажу, что я всегда для вас открыта, если вам нужна какая-то помощь, пожалуйста, ради бога, я рада помочь. Но выбор все равно, конечно же, делать вам, принимать решение. Девочки, пишите комментарии. А я всегда под видео оставляю в инфобоксе свою почту. Если вы также, как автор, хотите видеоответ такой популярный, да, психолога, то, пожалуйста, пишите ваши истории, присылайте, я сниму о них видео. Если вам нужна моя помощь как специалиста, как психолога, консультация, просто в теме письма напишите консультацию. Еще хочу дать вам небольшой анонс. В январе будет у меня информация, я сниму видео. В начале февраля у нас будет открываться новый марафон по достижению своих целей, счастливой гармонии, как жить с собой, как жить по своим желаниям, как, в общем-то, быть счастливым в такое непростое время, когда все вокруг тебя что-то хотят и просят жить по их желаниям и по их интересам. Это очень довольно-таки интересная тема. Спасибо всем за внимание. Жду обязательно ваши комментарии и авторы письма тоже их ждут. Спасибо, всем пока.